День добрый, с вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим об очень интересной функции, предоставляемой нам админ панелью WordPress. Это произвольное меню. Обычные статьи по WordPress стало со скриншотами, но сейчас решила сделать видео, потому что очень много интересных моментов, которые мы сможем вам с вами только обсудить воочию, без скриншотов, а конкретно просмотрев всю функцию WordPress. Итак, где мы находим произвольное меню? Вот если мы с вами зайдем через портал, сегодня мы будем работать вот на этом тестовом блоге, если мы заходим через портал в консоль блога, в админку блога, как мы говорим, то мы сразу попадаем, можем попасть в меню, вот пройдя вот по этой ссылочке. Мы сейчас с вами зайдем в консоль и я вам покажу, что эта функция, она находится в разделе внешний вид. Вот внешний вид меню. Заходим сюда. Первое, что мы с вами видим, это если мы без предварительных настроек просматриваем нашу консоль, то мы видим вот такой очень простенький интерфейс. Одна вкладочка редактировать меню и ссылка по созданию нового меню и название меню с кнопкой создания. Поэтому предварительно, прежде чем мы приступим к работе, как обычно, давайте пройдем вот по этим ярлычкам. Первый ярлычок это помощь. Здесь вы прочитаете обзор этого интерфейса, управление меню и редактирование меню. Если что-то, какие-то вопросы у вас возникнут дополнительно, то вы можете выйти вот сюда на форму поддержки на документации по меню. Закрываем. Второй у нас идет настройка экрана. Здесь нам предлагаются два ряда чекбоксов. Первый ряд это ряд выбора возможностей для меню. Работа с записями, ссылками, рубриками, метками, страницами. Вот у меня на этом блоге стоит плагин в вппэйдж. Поэтому у меня здесь еще, видите, WordPress сразу внедряет сюда, генерирует возможность работы с теми страницами, которые созданы в этом плагине. Вот сейчас я буду добавлять чекбоксы, а вы внимательно наблюдайте, как будет меняться интерфейс. Но первое, что я хочу сюда добавить, это вппэйдж. Посмотрите, сразу появляется ссылка, правда она не активная, в вппэйдж. Дальше я хочу использовать ссылки, рубрики. Ну и давайте возьмем страницы. Вот это первый ряд. Посмотрите, каждая галочка в чекбоксе идет дополнение вот такой опции. Теперь расширенные свойства меню. Расширенные свойства меню здесь идут дополнительные. Они дополнительные в каком плане? Дело в том, что каждое меню произвольное, то произвольное меню, которое нам предлагает WordPress, оно, внешний вид его, его возможности, количество создания таких меню, очень зависит от того шаблона, с которым вы работаете. Сейчас мы с вами это посмотрим. Вот я сейчас работаю с шаблоном Weaver 2. Вот здесь показано название опции этого шаблона. И в опциях этого шаблона я, создав меню, не смогу увидеть вот эти расширенные свойства меню. В каком плане? Не смогу увидеть, например, вот такой чекбоксик, как описание, то есть сделав описание какой-либо функции в меню, если я здесь поставлю в чекбоксик, то шаблон мне не позволит увидеть этого описания при наведении курсора на данную ссылку. Поэтому здесь я ничего не устанавливаю. Я не буду менять классы CSS, я не буду смотреть отношение вот к этим ссылкам. Для меня важна здесь, в этом ряду расширенных свойств, важна вот эта чекбоксик цель ссылки. Если я его здесь поставлю в чекбоксике, то я позже вам покажу. Здесь мы сможем с вами настраивать наше меню так, чтобы та опция, которую вы будете отправлять человека с какой-то целью, у вас будет открываться данная опция в новом окне. Это очень важно. Итак, мы настроили с вами экран, с которым будем работать. Давайте теперь создадим меню. Чтобы создать меню, нам нужно вот здесь, вот в это окошко ввести название меню. Название меню, вот в данном случае в этом окне, которое введено будет, оно нигде не будет отображаться. Это исключительно название для вас, как для администратора блога. Я могу назвать это меню, например, меню номер один. Следующее меню назвать меню номер два. Это не важно. Важно, чтобы вы поняли, что это за меню, потому что когда вы будете его выбирать, вы не будете видеть настройки этого меню. Для того, чтобы правильно разобраться, вот я буду вам показывать, как работать, например, с созданием страничек, которые сделаны у меня в ВП-пэйдже, я вот это меню так и назову. В ВП-пэйдж. Вот у меня здесь есть такое название. Давайте мы его сюда и вставим. Как только я создала название, я должна следующим этапом нажать вот на эту кнопку «Создать меню». Обратите внимание, как будет меняться интерфейс. Сейчас у меня только одна вкладка «Редактировать меню». Нажимаю кнопку «Создать меню». И у меня появляется вторая кнопка «Управление областями». Прежде чем продолжать работу с меню, давайте мы посмотрим вот эти самые управления областями. Вот если я сейчас зайду сюда, то мне будет здесь подсказано, что тема, в которой я работаю, поддерживает три меню. То есть вы можете сделать три различных меню и в различных местах своего шаблона эти меню установить. Вот давайте зайдем сейчас вот на этот блок. На этом блоге... На этом блоге... Это блок, у которого стоит шаблон «Графинэ». У этого меню тоже есть три меню, которые тоже могут создавать какую-либо поддержку. Если я зайду вот сюда на свой рыжий блок, у меня здесь стоит шаблон «Вивер». В «Вивере», вот здесь в «Управление областями» мне подсказывают, что у меня мой шаблон поддерживает только два меню. Итак, возвращаемся вот сюда, в меню этого шаблона и начинаем работать. Начинаем мы с редактирования меню. Вот чтобы понять, каким образом, что вообще такое меню, что мы будем с этим меню делать, давайте мы с вами выйдем на блок и посмотрим. Для нас обычное понимание меню – это меню вот здесь под хедером. Это так называемое главное меню. Здесь у нас расположена главная страничка и страницы те блога, которые мы хотели бы здесь расположить. Но создавая определенное меню, мы, оказывается, имеем право поменять вот эти меню, сделать дополнительные какие-либо меню вверху вот этого хедера или второе меню, нижнее меню под хедером. Или мы можем сделать это в футере. Вот, например, так, как сделано у меня вот в этом блоге. Посмотрите, вот здесь в футере у меня установлено благодаря меню вот такой виджет, где написано, что если я, например, человек кликнет, например, вот на эту ссылочку, то он попадет на подписную страницу вот 10 обязательных плагинов для блога. Или попадет на мою страницу, рекомендую, где тоже есть какие-то определенные такие моменты по подписанию, по пополнению собственной базы и так далее. То есть вы должны понять, что то произвольное меню, которое мы сейчас с вами будем создавать, оно продумано WordPress'ом не зря. Оно сделано и создано для того, чтобы ваш блог был как можно функциональнее. И самое главное, отвечал всем требованиям юзабилити. То есть удобство создания вашего блога для того пользователя, который к вам на блог придет. Поэтому тогда, когда вы будете создавать свои произвольные меню, вы должны помнить в первую очередь о том удобстве, которое вы предложите своему посетителю. Итак, переходим к созданию меню. Мы назвали с вами меню WebPage. Давайте посмотрим, что же я могу сюда добавить и как я могу добавить. Вот у меня есть такая плашечка WebPage. Вот если я сейчас кликну сюда, то видите, у меня здесь появляются все те страницы, которые созданы в этом плагине. Вот я сейчас выберу оптимизация 2 и школа 2. Вот так вот. Такие вот две странички подписаны у меня сделаны в WebPage. Дальше я поставила здесь галочки. Я могу добавить в меню. Смотрите, я кликаю вот на эту клавишу «Добавить в меню» и вот они у меня здесь появляются. Давайте теперь разбираться, как мы можем здесь настроить эти странички. Вот если я здесь сейчас открою вот здесь продающую страницу, то я вижу, что я... У меня будет текст ссылки называться «Оптимизация 2». Но я могу, например, назвать это «Курс». Не только, не просто «Оптимизация». Я могу назвать... Подписанная страница у меня могу написать «Курс школы начинающего блогера». Вот так назвала я этот курс. Я могу здесь назвать, дать атрибут «Тайтл» в ссылке этой, и это будет правильно. Я назову, например, эту ссылку, дам «Тайтл атрибут блог». Вот это окошечко, которое мы с вами настроили открывать в новом окне или в вкладке. Ставлю здесь в чип-боксик. Настраиваю точно так же продающую страницу «Школа 2». Вот здесь я тоже меняю в ссылку, вернее, назвать текст ссылки «Оптимизация блога». Вот так вот. Большую букву давайте назовем здесь. То есть вы здесь имеете право сделать очень понятное, очень хорошее название для своего посетителя. Ну, здесь напишу по латине «Оптимум». Вот так вот. И опять «Открывать в новом окне». Создала я две вот таких вот ссылочки. Теперь посмотрите. Я могу сюда добавить любую другую страничку, любую другую опцию. Какую? Я могу, например, выбрать что-либо из рубрика. Ну, какой-то интересной рубрикой я могу ее сюда поставить. Я могу выбрать какую-то, какую-либо метку. Но я хочу выбрать и показать вам ссылки. Вот это очень-очень хорошая функция. Давайте возьмем, например, вот эту страничку блога. Для примера. Я беру ссылку на эту страницу и вставляю ее вот сюда. А текст ссылки я добавлю. Ну, какой добавим текст? Загрузка видео. Загрузка видео. И я просто кликаю сюда «Добавить меню», которое у меня здесь открыто. пишу «Добавить меню». Посмотрите, вот у меня появилась еще одна страничка «Добавить». Загрузка видео. Открываю ее. Пишу здесь, что это новое окно. И здесь атрибут пишу, например, такой. YouTube. Все, я создала три таких вот странички, три ссылочки, которые будут открываться в новом окне. А теперь посмотрите. Я могу здесь разрешить автоматически добавлять страницы новые. Но я этого делать не буду. Мне не нужно, чтобы они здесь добавлялись. А вот здесь я могу выбрать области темы там, где я захочу, чтобы у меня отражалось это меню. Первая здесь область темы. Это главное меню. Вот оно, это главное меню. Второе меню. Это, опять же, рядом с главным, но чуть ниже будет вот такое расположение у данного шаблона. И среднее вот этот вот, это для мобильных средств, для мобильной навигации. То есть вот это вот мы, я не использую в данном случае. Но давайте мы сделаем так. Я сейчас напишу, что это будет отображаться в главном меню. и напишу сохранительный. Теперь давайте выйдем на блок. Вот я специально открыла его, этот блок здесь. И посмотрим, что у нас здесь на главном, на блоге. На блоге у меня установлена страничка «Главная», цели блога и путеводитель. То есть те страницы и то меню, которые я, вернее, которые мне предложил шаблон. Обычная настройка шаблона вот с такими обычными страницами, которые мы создавали. Теперь давайте обновим страничку. И посмотрите, у меня появляются совсем другие ссылки. Курс «Школа начинающего блогера» видите, с тайтлом «Блог». Курс «Оптимизация блога» с тайтлом «Оптима». Загрузка видео с тайтлом «Ютуб». Если я сейчас, например, нажму на вот эту ссылку «Курс школы начинающего блогера», обратите внимание, что у меня открывается новая вкладка и выходит, попадает человек на подписную страничку вот такой вот страницы «Школа начинающего блогера». Если я выйду, например, вот сюда на загрузку видео, то человек попадает на страницу моего блога, рыжего блога, на статью «Как загрузить видео на Ютуб». Но вы здесь можете не только вот такую страничку открыть, отправить человека, вы можете отправить его на какой-то кабинет в вашей MLM-компании, вы можете отправить его в какой-то другой блог, вы можете отправить его куда-то на свое видео на Ютубе и так далее. Здесь очень большие возможности, именно заложенные вот здесь, вот в меню, где у нас с вами есть вот такая опция ссылки. То есть ссылок вы можете сюда добавить, добавлять не очень большое количество. Давайте поменяем. Вот я сейчас уберу «Премьер навигащен» и оставлю «Секондарь», вторую навигацию и напишу «Сохранить меню». Теперь давайте выйдем на блог и опять обновим страничку. Значит, сейчас у меня это расположено вот здесь в районе главного меню. Если я обновляю страницу, то посмотрите, у меня перемещается в район второго главного меню. Восстанавливается меню блога и появляется меню второе над хейдером. Очень удобно, правда? То есть здесь вы можете сделать, установить две вот таких вот полоски. Это соответствует вот этому шаблону «Вивер 2», который здесь я показываю вам. Если я возьму, например, вот у этого шаблона, вот у этого шаблона, давайте мы с вами зайдем, это графинное меню, давайте редактировать меню и давайте возьмем самое простое какое-нибудь меню создадим очень быстро. Ну, какое меню? Вот у меня сейчас здесь выделено меню рубрики, то есть я его создала, вот просто взяла отсюда две рубрики. Давайте мы это меню установим за главное меню и посмотрим, что из этого получится. Вот я выхожу сейчас сюда, строим блок. у нас было всего две ссылочки начальный курс и аналитика, вот они здесь появились. Возвращаюсь обратно в меню. Теперь переставляю галочку во вторичное меню, сохранить меню. и выхожу опять на просмотр сайта. Теперь видите, где у меня появляется в этом шаблоне, вот так расположено вторичное меню, оно не наверху появляется, а появляется под главным меню. Вот оно, начальный курс аналитика. Возвращаемся в меню и теперь я добавляю еще одну галочку в нижнее меню. Пишу сохранить меню. и выхожу на просмотр сайта. И теперь спускаюсь вот сюда в хутор. Посмотрите, вот у меня появляются две ссылочки в хуторе начальный курс и аналитика. То есть вот таким образом вы можете создавать различные ссылки для удобства вашего пользователя прямо на вашем блоге. Но это еще не все. давайте вернемся сюда и для того, чтобы у нас с вами была возможность выбора меню, давайте создадим еще одно меню новое. Вот я оставляю это меню в secondary navigation. Это у нас шаблон с вами вивер 2. И теперь я прошу создать новое меню. Новое меню я называю рубрики. делаю это для того, чтобы мы очень быстро могли создать меню, чтобы у нас уходило зря время. Все, меню создано. Что я сюда добавляю? Я выбираю рубрики и выбираю вот эти вот просто три вот таких вот в чекбоксиках ставлю три галочки, то есть выбираю все абсолютно рубрики. выхожу добавить в меню. Они вот у меня добавлены. Единственное, что я делаю наверное здесь это открываю их в новом окне. Вот эту рубрику партнер системы. Так, ну у меня видите сдвинулось. Я могу еще делать дочерний элемент. Кстати, надо рассказать. Вот если я сюда сдвину, у меня будет дочерний элемент. То есть вот в эту рубрику будет входить партнер системы. Давайте так мы сделаем. Чтобы мы с вами могли посмотреть как это делается. Ставлю галочку. И бренд систему я оставляю на этом же месте. Вот она у меня бренд система. Я пишу сохранить меню не устанавливая нигде. Для чего я это делаю? Я это делаю для того, что могу показать вам, что вы можете сразу же одновременно установить оба меню в разных местах. Вот у нас с вами web page уже установлен здесь. Я могу выбрать премьер и поставить нажав вот сюда у меня есть выбор web page и рубрики. Я этого делать не буду. Почему? Потому что сейчас мы посмотрим с вами как мы можем установить эти меню используя виджеты. Давайте зайдем в раздел виджеты и в разделе виджета у нас разделено поле видите это у нас действующие доступные виджеты это у нас ареалы куда мы можем устанавливать виджеты и вот у нас с вами есть неактивный виджет это мы разбирали с вами в предыдущем предыдущей статье а теперь посмотрите вот у нас есть виджет который называется произвольное меню давайте такое произвольное меню я установлю во второй сайт бар правый я беру этот виджет и перетаскиваю его вот под календарь записи теперь посмотрите как он устроен в данном случае я хочу чтобы у меня отображались здесь рубрики видите я нажимаю вот здесь на галочку у меня отображаются все те мои меню которые я создала я выбираю рубрики я даю заголовок вот здесь этот заголовок уже у виджета будет виден давайте мы так и назовем его рубрики не будем долго мучиться напишем сохранить а теперь посмотрите я хочу вот сюда футер поставить еще одно меню то есть я могу поставить вот сюда меню и здесь я выбираю меню вебпп и пишу здесь например так как это будут странички подписные то я пишу подпишись ставлю восклицательный знак пишу сохранить а теперь посмотрите если я хочу то я могу еще здесь перетащить произвольное меню и поставить еще футер но здесь я уже хочу выбрать конечно не впп а рубрики и еще раз пишу рубрики сохранить теперь давайте выйдем на блок и посмотрим что же у нас получилось ну первое первое мы с вами установили во втором главном меню нашей ссылочки в этом плече да теперь смотрите здесь вот во втором ареале я установила еще один виджет который назвала рубрики и вот здесь как раз у меня и показаны все те мои рубрики которые я выбрала причем посмотрите вот материнская рубрика а вот дочерняя рубрика видите она сдвинута сюда если я например нажму на партнер систему то посмотрите во первых открывается у меня в отдельном окне и вот я вышла на рубрику партнер система это первое произвольное меню куда которое мы установили в сайт бар теперь давайте посмотрим что мы сделали в футере а в футере у нас стоит одно меню которое мы назвали подпишись это то меню которое называлось web page например давайте зайдем вот курс оптимизация блога да и вот у нас наша подписная страничка курса оптимизация блога сразу человек ушел сюда и подписался на ваш курс а здесь мы поставили рубрики опять же для удобства пользования вашего посетителя для того чтобы ему было легко и просто выйти в любую рубрику и так сегодня мы с вами разобрали очень интересную функцию вордпресса свойства ее админ панели создание произвольного меню с каждым новым обновлением произвольное меню становится все более функциональным мой вам совет для того чтобы ваш блог как можно лучше продвигался сейчас вся настройка должна быть создана таким образом настройка вашего блога чтобы она полностью отвечала всем требованиям юзабилити а юзабилити это удобство использования в данном случае удобство использования вашего блога так вот не упускайте эту возможность эта функция дает очень большие привилегии тем у кого блог находится на платформе wordpress с вами была Смирнова Ирина до следующих встреч в следующих в следующих Продолжение следует...